В музее есть отдельная экспозиция, посвященная Вячеславу Яркину. Здесь же хранится серебряная медаль юношеских олимпийских игр в Нанкине. Теперь рядом лежит еще одна награда – универсиады этого года. Вообще, нынешний сезон оказался непростым для спортсмена три крупных турнира за четыре месяца. Поэтому на мероприятие его представляли брат и, по совместительству, тренер и мама. То, что дети несут сюда медали, мои дети, я думаю, что это прожегть вперед немножко, потому что от них ожидают дальше. А они не могут вот эти ожидания обмануть, и поэтому у них есть к чему стремиться. К слову, на минувшем чемпионате Европы Вячеслав Яркин стал вторым с результатом 332 килограмма в сумме двоеборья. Всего один килограмм подарил золото представителю Латвии, которого обыграл на юниорском чемпионате мира в июне в Токио. Мы сейчас отдохнем и планируем такую долгую подготовку к переходу в следующую весовую категорию и по следующую возрастную категорию. Для этого мы думаем где-то месяцев 10 потратить на подготовку и к следующему чемпионату Европы либо мира 2018 года, если команда успеет туда попасть, выступить уже там с новыми результатами, с новыми достижениями. Следующая цель для Яркина в 2020 году – защищать честь страны на Олимпийских играх в Токио.